Здравствуйте, Анион Хасиё. Сегодня мы будем готовить корейское национальное блюдо куксу. Я представляю председатель эстоно-корейского общества. Сегодня я хочу вам показать как готовится куксу. Куксу, вот тесто, мука. Берем одно яйцо, потом соль. Соль можно, ну вот так вот я вот взяла вот немножечко соли и вот так вот положила сюда и водичку. И все, больше ничего не надо. И чтобы тесто было такое упругое, надо его хорошо-хорошо размешать, чтобы она была такая твердая. И тогда куксу она делается такое, ну эластичное и хорошее. Пакет. И вот в пакет я его положу. Пусть он дойдет. Где-то полчаса надо подержать. Вот это мясо индюшатина. Его, конечно, мясо надо резать, чтобы так удлинененькие были. Вот так вот в длину. Профессионально получается. Ну у меня же было три ресторана, так что я работала вообще учительницей. И это самое, когда ушла на пенсию, я открыла три ресторана в Таллине. А какие рестораны? Это Ари Ран открыла, потом Дон Чер и Чусон. Вот три ресторана у меня были. Так, значит, уберем на столовую масло. Масла много. Да, масло мне нужно вот в меня положить в стопян. Так, я и кладу мясо. То есть лук просто как бы не дожариваем сильно? Да, сильно нет, потому что она с мясом будет потом гореть. Вот у меня для кукси уже готова. Вот сейчас мы поставим и закроем его. Пока она жарится, будем делать куксу. Перчатки я не надеваю, потому что в перчатках мука прилипает и, конечно, очень неудобно. Поэтому, опять же, домашняя кухня, если не смешивать продукты, то лишний раз лучше помыть руки. Немножко помяли, опять оставили и отдыхали. И еще, да, отдыхает она, да. Это я уже дома сделала. Это я уже нарезала дома, чтобы здесь... Так, это у нас обычная белокочанная капуста. Да, белокочанная капуста и вот сейчас я его с морковкой смешаю, а потом посолю немножко. То есть, опять же, одну крупную морковку, да? Да, одну крупную морковку, чтобы она такая немножко сладкая была. Так, я сюда вот немножко положу. И это на мясо. На мясо положу. Под крышкой у нас тушится мясо с луком. Да. Огновится вот лук и уже, какого-то, подрумяниваться вместе с мясом. Да. Теперь мы кладем соль. Вот. О, даже меньше половина. Убираем. Игорь. Убираем. Игорь. Да. Убираем. бульон. Просто куриный бульон, да? Но делать куксу по-разному. Делать мясо отдельно. Делать с капустой. Но с капустой, я думаю, что сочнее будет и вкуснее. А вот капусту здесь чуть-чуть просто бланширую я. Капуста средний качан на какой-нибудь, да, такого размера? Ну, такое, да. Ну, это в зависимости от того, насколько человек поможет. А мы вот это все готовим примерно на сколько будет порций? Ну, наверное, на порции 6-7. На хорошую такую семью большую. Да, на большую семью. Лучше это делать большой глубокой сковородке, да, чтобы можно было все удобно мешать. Да, это... Ну, если большая семья, нас так двое, как мы вот этой обходимся сковородкой. Вот, теперь я сюда добавляю специи. Так. Специи. Вот специи у меня. Здесь красный перец. Это паприка или острый чили? Острый, острый, острый перец. Вот у меня черный перец. Вот, и острый перец. То есть вот от этой закладки как раз зависит острота блюда. Да, да. И, конечно, я положу, ну, немножечко перца, потому что это на среднего любителя. А, то есть вот смешанный черный с красным уже вместе. Смешанный, я все смешала вместе, потому что, да, понятно, чтобы... Вот. Теперь, значит, я чеснок. Чеснок. Ну, некоторые дают чеснокодавилкой, но я люблю больше, вот так вот. Когда она более сочнее получается. А когда чеснокодавилкой, она как-то вся выдавливается, и сок такой выходит. В общем, такой короче, три больших зубчика. Да. Вообще корейцы очень любят чеснок. И поэтому, наверное, и болеет редко. Я, например, вот мне 74 года, я, в общем, капиту в этом году ни разу не гриббовала. Это сейчас актуально, да. Да, я очень люблю чеснок, лук. Да, да, и где бы то ни было, у меня вот во всех я кладу много лука и чеснока. Вот мы сейчас уже это заложим, и все. И потом выключим. Чеснок не больше, как бы, не пережариваем, просто чтобы он был и не перебил. Да, пережариваем, да, чтобы она не очень-то пахла. Конечно, если она очень будет такая ябреная, а так немножко обжаривала, и она пропадает немножко. Ой, уже пошел аромат добавленный. Да, это уже можно есть, по-моему, так. Да, 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 его уже можно есть. И так вот едят, и вот это вот уже заправка. Сейчас я попробую на соль. Хорошая. Все, теперь мы его отложим. То есть выключаем под крышкой, он просто томится. Да, вот теперь мы его отложили. Выключаем. И мы в бульон хотели добавить сои. Да, в бульон добавляем сою. Все-таки это черный соус, там совсем чуть-чуть. Да, чуть-чуть, чтобы она вот такая вот цвет была. А бульон все-таки именно на курице или на каких-то ножках? Можно на любом. На чем угодно, да? Да. Кто как любит делать куриный бульон, делает его? Все, это у нас уже готово. Теперь нам нужно... Что? Сейчас еще яйцо надо пожарить. Делаем омлет. Да, делаем омлет, как блины. Вот на семью, например, вот хватает четыре штучки. Немножко соли. Чуть-чуть соли. И не надо много, чуть-чуть. Ну, я смотрю, у вас такие яйца очень яркие, какие-то специальные... Это свежие, свежие, хуторские. Вчера ездила специально на хутор. Да. Вот, теперь мы возьмем сковороду. А муку мы туда не добавляем в этот омлет? Нет, 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 не добавляем. Чисто яйца. Да. То есть формально просто нам нужна сковородка, но так как, да, дома можно, если есть лишние сковороды, мы ждем на отдельных. Конечно, конечно. А здесь вот нету... Вот на курином бульоне... Ну, на курином можно, на говяжьем бульоне. Вот это... Вот уже готовый у нас это бульон. Вот сейчас... Сейчас добавили соль. Сейчас я пожарю... Вот это у нас готовое, это самое. Вот я мясо это... Пожарила, да, и капусту, и чуть-чуть туда морковки, чтобы красиво было. Вот дом приготовила для куксов. А это деликатес, рыба, это для тебя. И... Ну, расскажите, как это это делать потом. Хорошо. У нас какое-то особое масло вы льете? И что это? Ну, это я люблю подсолнечное масло. Рафинированное. А да, наоборот, да, наоборот. Да, потому что с запахом... Ну, кому... Поэтому я и спрашиваю, кто любит, кто не любит. Да, есть те, которые... Родину продадут родею. Огурцы, которые из нашего масла собирают. Да, делают... Делают тоже так же. Так. Я тахменский житель, у меня это хлопковое масло было. Ну, это было... Сейчас говорят, что ровите. Так, огурцы мы делаем тоже для украшения. Огурцы... Это... Это... Вкус придает свежесть куксу. Так. Я вот так вот его даже плацтаю. И что-то... Все стараются резать так, как корейская морковка длинная. То есть, это не принципиально. Она вся должна быть... Нет, она должна быть все нарезка такая вот... Одинаковая. Красиво, одинаково, да? Вот сейчас его... Потом буду резать. Да. И вот так вот. И тут. Так, мы начинаем жарить омлет. На хороший, хорошо разогретые шкалородки. Да. Он быстро схватился. Да, разрешается. Почти готово. Сейчас куксу только накрутил и все, будем в курсе. Масло, потому что оно иначе будет прилипать. Вот остынет, когда мы его свернем в этот рулетик, а потом... Так, вот здесь уже готово все, вот этот стол. А расскажите вот про морковку и, ну, хотите, хе тоже. Но про морковку, как все-таки делается нормально корейская морковка? Да, корейская морковка, это очень просто, нашинковать сначала. Корейская шинковка должна быть. И даже есть уже продажа, здесь, между прочим, тоже продают, уже тоже есть. И вот шинковка, у нас, значит, нашинковали его, его солью, соль, ну, на килограмм, например, ну, вот, одну столовую ложку. И солью немножко, но не сильно мять, жамкать, а вот так вот, слегка вот так вот, и оставить его. А потом масло жаришь. Масло жаришь. Что такое масло жаришь, да? То есть на растительном масле там жарится лук внутри. Лук тоже жарится, да, и там уже действительно лук немножко должен быть... Ну, коричневый, черный такой. Да, такой, не черный, а розовый. Розовый. Да. И потом мы лук выбрасываем, а это масло заливаем. Нет, нет, нет. Вот здесь вот разделилась, потому что в продаже корейская морковка, там лука нет. А те, кто делают дома, там вот они лук оставляют. Здесь вопрос, как правильно? Нет, 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 лук такой, весь вкус придает этот лук. Вот именно, да. То есть правильно корейской морковке должен быть лук, который пожарен на масле. Ну, да. И это масло. Так, и соль, и соль, перец, да, туда? Да, соль, перец, чеснок обязательно. И туда кладут вот зелень, всякую можно класть. И это укроп, петрушка, лук. И петрушку можно, да, и лук тоже можно положить. А там типа опять же чили, вот какой-то соль, острый перец. Острый перец, острый перец кладется, и это уксус. А, ну, как бы не кислота, а именно разведенный, нормальный? Нет, вот именно 30% уксус на килограмм, ну, наверное, где-то 2 чайные ложки. А хорошо, стручковый перец, вот я знаю, что там крошат, там, стручковый чили, нет? Ого, это, знаете, кто любители острова. Вот у меня есть, например, я принесла вот острый перец. Если кто действительно, вот корицу я это положу обязательно, и он будет. Вот этот перец, вот я, да, вот такой вот мелкий перец, он очень острый. Вот тоже положим сюда, чтобы не забыть. Это же руками все делается. То, что там вообще питок сейчас они продают, все готовые, такое, ну, магазинная лапша, вот это, ну, тоже хорошая, конечно, но вот это, это лучше, когда делаешь сам. Это вариант итальянской пасты, домашнего приготовления, да, да, да. У нас даже, вон, итальянская машинка есть для этого. То есть, тесто у нас немножко отдохнуло, мы его разрезали по этим самым, и начинаем прокатывать. Вот надо, держу. Это мы сейчас вымешиваем еще, потому что руками это долго надо мешать. Вот, теперь я его делаю на четверке. Когда она сильно тонкая, тоже она не очень хорошо. Есть пятерка, есть шестерка, а это я на четверке. Так, вот это уже готово. На мелкую, на куксу. Куксу, это, в принципе, название все-таки лапши, да, там, а уже, то есть, это основа, это лапша, а остальное, это уже... Вот видите, какая выходит. Вода сильно кипит. Вот теперь я его кладу. То есть, абсолютно свежую, только что сделала лапшу, мы сразу сильно кипящую воду в большую кастрюлю. Да, и вот, чтобы она не... Слиплась. Не слиплась. Нистерплась. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Так, и морковку. И такой букет получается. А потом вот это вот сверху яички, яйца, которые жарили мы. Вот мы приготовили сегодня куксок. Вот приготовили и все положили, все. Вот теперь можно кушать. Вот, в следующий раз мы сделаем и камди-чай, можно корейское сделать. Очень нравится всем. Будем папоротник тоже сделать. И будем морскую капусту, которая очень полезна у нас здесь, и не хватает иода. Так что будем делать морскую капусту. Вообще корейские блюда очень интересные. Конечно, немножко сложновато, но интересно сделать. Вот мы сегодня его изготовили, это все полтора часа. Мы за полтора часа приготовили вот все эти блюда. Приятного аппетита! И если кому интересно, пожалуйста, обращайтесь в Лиру и пишите нам. Мы будем очень рады. А как будет по-корейски приятного аппетита? Приятного аппетита! До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok